Добрый день, в студии «Эхо Москвы» Алексей Соломин. Мы вещаем на телеканале РТВА и в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». И у нас в гостях общественный политический деятель Максим Кац. Можно ли вас назвать политтехнологом уже, по-моему, совершенно? Нет, нет, не надо, не надо. Ну, как-то вас так называют очень многие. Политтехнолог тот, кто зарабатывает этим, а я не зарабатываю этим, а наоборот сам вкладываю свои. Вы же зарабатываете, если и не деньги, то капитализируете это в любом случае. Ну, это меня, конечно. Хорошо. Да? Смотрите, я на самом деле хотел с вами с Москвы начать. Хорошо. Только совсем издалека. Давайте. Вы просто человек, который очень много о Москве говорит, пишет о городе, о Москве как о городе. И, наверное, вас не оставит в стороне вопрос памятников, которые появляются в Москве. Вот сейчас очень много говорят по поводу памятников Ивану Грозному, Too Much, или, в принципе, вполне можно было. Вы знаете, может быть, слышали из новостей, что в Москве уже оказался памятник Ивану Грозному, его привезли из Александрова, он на хранение в Российском военно-историческом обществе. На аллее правителей его уже установили. А памятник планировали установить у Александровской слободы, а установку отменили из-за разгоревшейся этой дискуссии. Хотя в соцсетях пишут, что к этому месту уже несут цветы. Как вы к этому относитесь? Я плохо отношусь к таким памятникам. Вы же либерал. Да, я либерал. Но меня больше беспокоят как раз от коммунистической эпохи и памятники, и названия, особенно сохранившиеся улиц, станции метро и прочего. И даже в бытность мою депутатам я написал запросы, по нему переименовали станцию метро улицы Подбельского. Иван Грозный до коммунистов было прилично. Да, конечно, это совсем другая история. Я считаю, что очень тщательно надо выбирать, какие памятники стоят. Они не должны быть выковечены. У нас иногда начинают говорить, что это же наша история, поэтому давайте поставим памятник Сталину или памятник Ивану Грозному. Нет, я считаю, что так делать нельзя. Но вы тогда не либерал. Я не знаю, я как-то за этим клише не бегу. Хотя вроде политические компасы разные показывают, что я среди гостей Эхом Москвы, по-моему, был самый либеральный либерал. Но с точки зрения памятников я считаю, что это нельзя устанавливать и нужно переименовывать. Библиотеку имени Ленина, я все хотел станцию метро, писал запросы, не получилось просто в библиотеку. Она уже давно, и сама библиотека-то иначе называется, а метро осталось. Но выкинуть из истории России 70 лет просто так невозможно. Никто не предлагает выкинуть. Вы понимаете, часто за переименованием улиц, да, это красиво, это картинка, это какое-то действие, но реальных изменений не следует. Это очень плохо. Подменяет, знаете, вот такую деятельность ярмарочную, реальную деятельность, вот это ярмарочная деятельность. Да, можно с этим согласиться. Не знаю, я бы, например, считал, вот говорят о Мавзолее, да, понятно, что выносить, естественно, я считаю, что нужно оттуда Ленина. Но вот с точки зрения того, что некоторые предлагают снести сам Мавзолей, я не уверен, что это хорошая затея. Наверное, нужно менять его настрой этого места, чтобы это был памятник красному террору, вернее, тем событиям, чтобы люди могли туда прийти и увидеть, что тогда было. И почему это ужасно. Это не надо стирать. Просто надо отношение к этому в обществе менять, да, чтобы это не... Вот туда приходят люди, огромное количество людей, которые, если вы сделаете это музеем террора, они будут это обливать красками, помоями, кипятком, неважно чем. Я так не считаю. И вас вместе с ним, вместе с этой вашей инициативой, потому что вы это предложили. У них другой склад, они по-другому думают. Мне так не кажется, они имеют право думать, как хотят, но мне не кажется, что в обществе какой-то очень большой процент таких людей, которые будут обливать кипятком и помоями чего-то, мне кажется, в обществе намного больше процентов адекватных людей, которые придут и ознакомятся. И эти люди важнее, да, чем те люди, которые будут активно против или активно возмущены. Потому что люди придут и ознакомятся, если сделать это место вот вокруг мавзолея и на Красной площади таким местом памяти о тех 70-ти годах и о потерянных жизнях, о потерянном времени для страны, об ужасных тех событиях, которые происходили, я бы считал это правильным. Не уничтожать, не стирать, как будто этого не было, а показывать, что было, а чтобы больше так не было. А сам по себе памятник, лишенный надписи, допустим, великому правителю Ивану Грозному. Вот просто стоит Иван Грозный на какой-нибудь площади. Одни к нему относятся, как к иконе, несут ему цветы, а другие к нему относятся, как к памятнику палачу. Чем это плохо? Я считаю, что город, когда устанавливает памятник, это обозначение исторического вклада человека, какого-то его места, роли в истории. То есть, если бы был установлен памятник Гитлеру в Германии, вряд ли бы это люди восприняли, что кто-то относится так, кто-то я так. Невозможно это делать. Также, я считаю, здесь это совершенно история, город не должен этого делать. То есть, категорически против? Ну, да, я да. А само появление вот такое очень неожиданное, хитрое, как мне кажется, оно у вас не вызывает вопросов? Нет, ну, так как я это появление как-то упустил, вот только от вас узнал, то я, видимо, не могу тут ничего сказать. Нет, я имею в виду, что вот для вас эта новость не стала появлением этой темы, появлением этого памятника, потому что, ну, не планировали вроде устанавливать-то в итоге. Не знаю, нет. И цветы уже несут. Вот, и вроде как дискуссия есть, есть категории людей, которые, как вы, горячо против, и вроде устанавливать не собирают, а вон уже есть. Это одна из больших проблем вообще дел в городе, которые делаются. Они часто делаются вообще без того, чтобы хоть как-то поучаствовали люди в процессе принятия решений. Например? Очень много городских решений, ну, практически все, даже правильные. Самые радикальные, которые вас не устраивают, принимались таким же таким образом. Например, когда я депутатствовал в районе Щукино, там построили дорогу, взяли и расширили четырехполосную районную такую улицу до десятиполосной магистрали. Конечно, жители были против, эксперты говорят, транспортный смысл отсутствует. Но вот принято решение и строят, как бы ничего не сделаешь. И очень много таких ситуаций, причем даже вещи правильные, например, введение платных парковок. На мой взгляд, правильная затея, и хорошо, что их вводят. Но тоже это как-то вводится, ни с кем не поговорив, не то, что не посоветовавшись, а даже там, в общем-то, и не проинформировав, зачем это нужно. То есть, по моему опыту, людей очень несложно убедить в том, что это мера необходимая. Я это часто делаю в своем блоге и в дискуссиях. А мне кажется, что наоборот будет очень много людей, категорически против, даже не разбирать. Будут люди. Будут люди, которые против, будут. Но так как лишь у 35% жителей Москвы есть автомобиль, и очень много в городе основные пользователи дворовых территорий, в спальных районах, это скорее пенсионеры и дети, то идея того, чтобы переустроить дворы в сторону большей пешеходизации и меньшего хранения автомобилей, автомобили переместить куда-то на платные паркинги, она находит поддержку у людей. Это и в Щукино, и когда агитировал на своей компании Мосгордумы, то же самое, было много дискуссий. Да, вот иногда бывают такие люди, особенно мужчины, 40-50 лет, они к своему автомобилю привязаны, они никак не воспринимают аргументы. Но другие категории населения воспринимают их. Но власть, она вообще ни с кем не разговаривает. Все, вводим и все, а решили вводить, а дальше устраиваем пиар-сопровождение, пиар-поддержку. Начинаем по телевизору, по Москве 24, рассказывать или там еще где-то, как это хорошо и правильно. И как это работает. Ну да, даже не зачем это нужно, а насколько это хорошо. А насколько хорошо это работает. Да, то, что у нас троллейбусами, вот так убрали троллейбусы из центра города. Чему вам не нравится это? Ну, это весь мир, вот он меняет дизельный транспорт на электрический, потому что доказано, известно, что дизельный... Лукавый момент, подождите. Вот я видел, вы ретвитнули Сергея Собянина, который сказал про электробусы. Про электробусы. Да, но нет, электробусы это сильно отличается от троллейбуса. Электробусы очень сильно отличаются тем, что, во-первых, нет такой технологии, которая позволила бы в Москву купить достаточное количество электробусов. Они зимой ездят плохо. Может, когда-то позже и будут ездить, сейчас их нет. Ну, как вы можете увидеть, Собянин говорит об электробусах с 2013 года, а по Москве не ездит ни один. Не то, что тысяча, а один даже не ездит. И убрал троллейбусы. А, убрал при этом троллейбусы, да. Но троллейбусы – это сама по себе достаточно маломобильная история, которая еще сопровождается серьезной инфраструктурой по городу, которую надо обслуживать. Верно. Правильно говорите. Но метро тоже маломобильная история и сопровождается серьезной инфраструктурой, или электричкой, или трамвай. Ну, троллейбус можно заменить автобусом, а метро ничего? Ну, трамвай тоже можно заменить автобусом, но, однако же, будет хуже. Троллейбусом та же история. То есть, когда вы говорите про общественный транспорт, вам не нужна мобильность. Вам нужна, наоборот, стабильность. Вам нужно, чтобы он ездил постоянно по тому маршруту, по которому вы знаете, что он ездит. То есть, он должен иметь возможность объехать пробку, или объехать аварию. Любой современный троллейбус имеет возможность это сделать. Все троллейбусы – автономный ход. Мы сейчас делаем короткий перерыв. Программа «Особое мнение» в эфире «Эх Москвы». Максим Кац, общественный политический деятель. Не уходите никуда. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артериай» представляют программу «Особое мнение». И снова мы в студии. Алексей Соловин, Максим Кац. Я про троллейбусы-то мысль закончу. Вот весь мир, все продвинутые города, Стокгольм, Лондон, Париж, принимают программу об отказе вообще от дизельного транспорта. И у них нет троллейбусной сети, потому что они ее 40 лет назад потеряли. И они вынуждены придумывать сложнейшие технологии с зарядками ночью этих электробусов. И они еще не действуют, но они идут в этом направлении. А у нас есть сеть, инфраструктура. Вы говорите, действительно, строить ее дорого. Но она у нас уже есть. Но ее обслуживать надо. Обслуживать ее не какие-то существенные траты, а... Один ледяной дождь пройдет, и все. Ну, это все-таки у нас не каждый день происходит. Сейчас все чаще, всякие. Там километр... Погода выкидывает. Ну, бывает, но километр пробега троллейбуса стоит в два раза дешевле, чем километр пробега автобуса с точки зрения затрат на топливо. Поэтому с точки зрения экономики троллейбус выгоднее. Но тут главное не экономика. Там не такие большие цифры. Тут главное экология и качество жизни. Одно дело, у тебя ездит бесшумный и без выхлопов транспорт по центру города и по городским улицам. В троллейбу самый бесшумный вид транспорта. И другое дело, у вас ездит дизельный автобус с выхлопами и с шумной. Это вопрос качества жизни, которое, ладно бы не делалось новое, да, какое-то качество, так оно портится имеющееся. И никто не спросил. Москвичи протестовали. Вот мы делали комитет москвичей за троллейбусом. Десятки тысяч обращений в мэрию. Однотипные ответы. Ни с кем не поговорили. Я уж не говорю референдум. Хотя была бы хорошая затея спросить жителей, что они думают. С референдумом у нас всегда сложно. Да. Ну, хоть бы как-то внятно выяснили бы, чего думают люди. Так нет. Просто Собянину не нравится. Это же главная проблема. Даже когда делают что-то хорошее. То есть, нам повезло в какой-то степени. Вот пешеходные улицы, он делает широкие. Ну, вроде хорошо. Повезло. А ему нравится. А если бы ему не нравилось широкие улицы для автомобилей? Вот ему не нравится троллейбус, он их убирает. То есть, это какой-то способ. Может быть, это единоличный решение. Да, да. Про троллейбус не принимает. Ну, послушайте. Я вот только что был в Тель-Авиве. И, допустим, система велодорожек, которая сделана у нас, она во многом повторяет вот эту вот иностранную модель. Да? Фаркинг, велодорожка, тротуар. Ну, опять повезло. Вот нам повезло. Почему вы думаете, что это ему захотелось? Может, он просто изучает какой-то опыт и внедряет? Ему нет. С велодорожками не захотелось. С велодорожками в департамент транспорта как-то ему там не мешали. И они позвали действительно очень качественных экспертов, сделали отличную инфраструктуру. А хотя недавно вот был случай, тут мне там звонили все. Собянин на каком-то совещании сказал, все, мы больше не хотим никаких велодорожек, нам не нравится, все закапывайте обратно. И вот вы можете посмотреть на бульварь, делается ремонт. И там уже была велодорожка отличная, отделенная парковкой, нарисованная, теперь нету. Как минимум вот сейчас. И там обсуждается, нарисовать ее опять или нет, потому что Собянину не нравится. Он ему... Ну, это же мотивировано, наверное, чем-то. Что значит не нравится? Вот том-то и вопрос, что очень я вот сколько депутатствовал и пытался как-то влиять на процесс принятия решения, вся система очень такая, я не знаю, феодальная, что ли. Мне просто кажется, что это вам так кажется, что ему не нравится. Может быть, там по-другому решение принято. Насколько я видел, да, то есть я там общался с ними, там и с вице-мэрами, и с руководителями департаментов, там смотрел, как принимаются решения и с экспертами, да. И очень часто это вопрос хочу-не хочу. Вот там, без светофорный Ленинград, Колобяно-Балтийский тоннель, там 73 миллиарда долларов, ну вообще какие-то затраты просто невероятные. Лужкову хотелось, чтобы был тоннель и был без светофоров. И вот и вырли. Но это в прошлом. Но сейчас Собянин тоже, то есть иногда он пользуется действительно экспертными экспертами, экспертными мнениями, оценками, а иногда просто ему не нравится. И жители тут вообще в стороне. То есть вот ему взбрело в голову послушать экспертов. Отлично. Он послушал Яна Гейла, датского урбаниста, и улицы у нас стали широкие. Повезло. А с троллейбусами он что-то, то ли в детстве, я не знаю, что-то ему не нравится. Он их в Тюмени убирал, он их в Москве убирает. Вот троллейбус он не хочет. А к вам обращаются сотрудники мэрии для консультации, привлекают вас для этой работы? Меня сейчас больше привлекают, когда, особенно в департаменте транспорта, если что-то, вот они видят, что происходит не так, они просят написать, вот про велодорожки мы писали, когда Собянину пришло в голову, что они больше не нужны. Иногда они вот так обращаются, то есть к оппозиции, возможности публично они сами не могут написать, а я вот могу что-то написать. К другой новости давайте обратимся. Мне показалось, что с вами как раз было бы интересно обсудить. Я просто смотрел ваше интервью с Чубайсом, представляю, какие у вас взгляды, вот государство пытается развивать науку, финансирует научные институты различные, дает им гранты. Сейчас, сегодня пришла новость о том, что Миномбранауки впервые потребовал от ВУЗа мегагрант вернуть, потому что не справились от МИФИ, потому что не выполнили результаты, о которых они говорили, и потому что ученый, который должен был здесь присутствовать, иностранный ученый сюда не приехал. Скажите, вы в данном случае поддерживаете вот такие жесткие решения? Вы знаете, это вот та тема, о которой я не могу ничего сказать, потому что я совершенно с ней не знаком. Не в конкретной ситуации. Смотрите, можно ли, как вы думаете, научному сообществу ставить цели, подавать под это деньги, и если эти цели не выполнены, а это наука, то требовать полный, так сказать, кэшбэк? Смотрите, это выглядит очень странно, но вообще я с этой темой не знаком ни малейшим образом, поэтому я боюсь что-нибудь сказать. Давайте поговорим про выборы. Вам Влад, наш слушатель, который оставлял вопрос на сайте, присылает вопрос. Сейчас, как вы и другие оппозиционеры собираетесь проводить избирательную кампанию, но вы ее проводите уже, встречаться с избирателями и так далее, и зарегистрироваться для участия в выборах. Если существуют фильтры и вообще практически в стране все запрещено, что официально не разрешено. Вам, мне кажется, бессмысленная сейчас борьба на любом предвыборном поприще. И это позиция, которая позволяет с чистой совестью лежать на диване. Ты вот думаешь, надо бы что-нибудь сделать, а потом да и все равно ничего не выйдет, и лежишь дальше на диване. Она распространена не только в вопросе общественно-политическом. Часто про бизнес также говорят, когда давно бизнесом начинал заниматься, мне тоже самое говорили. Все уже схвачено и куплено, все равно ничего не получится, ты лучше ничего не делай. Эта позиция с реальностью иногда связана, иногда нет. У нас часто связано, часто снимают с выборов, часто вот ты много работаешь, бац, и все сняли нечестно и противно, и неприятно. Травма людям наносится, они ее транслируют в интернет. А иногда берет все и получается. Например, в прошлом году были муниципальные выборы в моем Щукино, где я депутатствовал, и мы создали там коалицию с моим коллегой, который против власти тоже, но с другого фланга. И взяли и выиграли большинство. Вот у нас там 8 из 15 мандатов, и мы избрали председателя, того, кто 20 лет был там в Щукино в оппозиции. Вяло и получилось. Все об этом молчат, потому что это возникает когнитивный диссонанс. То есть, если вы уже решили, что можно лежать на диване и делать ничего не надо, потому что все равно ничего не выйдет. А тут взяло вдруг и вышло. Хочется найти какое-нибудь объяснение. А может быть, им там, не знаю, помогли или еще что-нибудь. Ну, в общем, об этом никто не говорит. Но мы выиграли в Щукино. И в этом году в Москве муниципальные выборы. И мы начали привлекать с Дмитрием Гудковым, делаем проект, начали привлекать кандидатов в марте еще. Нам тоже говорили, никто не пойдет. Это неоплачиваемая должность. Никому не надо. Политика никому не интересна. Сколько вы людей собрали? Мы собрали, пришло 3 тысячи желающих избираться в депутаты. В итоге там кто-то нам не подошел по политическим взглядам, еще по каким-то... Кто-то просто в процессе... А по каким взглядам вам? Сейчас расскажу. Сейчас кто-то в процессе отказался. В итоге у нас 999... Одного не добрали. 999 кандидатов подали документы в комиссию. Уже 400 из них зарегистрировали. Да, да. Это вот на ближайшие 10 сентября выборы. В каждом районе Москвы будет минимум 2 кандидата, независимых от мэрии, просто пришедших по нашему с Дмитрием Гудковым призыву. Это разве можно сказать, что ничего не получится? Все. А москвичам 10 сентября просто дойти до избирательного участка, и там в бюллетене будет человек, который приглашен проектом никак независимым от власти, мало того, который фильтровал людей по отношению к Путину. Вот вы спрашиваете, как мы фильтровали. Уже все собрано и все подано. И все зарегистрировано. Вас зарегистрировали все... 400 человек из 999 уже зарегистрировано. По остальным комиссии сняли нам пока одного. Один человек снял. А конкуренция какая на этих выборах? Единая Россия. Ну, так и о чем мы говорим? Мы у них выиграем. Как выиграли в Щукино. Откуда у вас так уверенность? А вот я сижу на радио «Эхо Москвы» и говорю с людьми, которые должны прийти и проголосовать. И мы выиграем. Вы также говорили, наверное, и когда Гудков выбирался. Говорил. Да. Не получилось. Не получилось. А в Щукино получилось. И не каждый раз получается. Действительно, мы идем против системы очень сильной. У них все институты. Суды, прокуратура, полиция, избирательные комиссии, дворники, центр социального обслуживания. Все. А у нас только вот мы, жертвователи, которые жертвуют деньги, и независимые люди, которые хотят идти в депутаты, и вот слушатели «Эхо», которые голосовать придут. Вот в прошлом году недостаточно пришло. 30% была явка. Была бы 33, Гудков бы выиграл, был бы депутатом Госдумы. В 2014 году я тоже не выиграл. Я пытался, вел кампанию, не выиграл. В 2013 году я вел кампанию Навального, был замом начальника штаба в 2013 году. Не получилось. Полтора процента, Собянин, 51,2, он набрал, и не было второго тура. Но когда-нибудь получится. То есть, если мы не будем пытаться, то точно не получится. А если мы будем пытаться, то может и выйдет, как в Щукино. Возьмем и выиграем. Для вас приход к власти муниципальных депутатов, которых вы представляете или которых вы выдвигали, это какой-то контракт на будущее? Это будут депутаты ваши? Для меня лично? Силы. Это будет ваша политическая какая-то партия? Ну, хотелось бы надеяться. Причем мне хотелось бы, чтобы это была партия «Яблоко», в которую я вступил год назад, и от которой, в общем-то, в основном эти люди и выдвигались. 650 кандидатов из 999, это выдвинутая партия «Яблоко». Есть какая-то партия, базовая, которая нам подходит, в которой есть люди более старшего возраста, которые давно политикой занимаются, и наших взглядов. Очень бы хотелось, чтобы она, наконец, стала сильной. Я много для этого пытаюсь делать. Но, да, основная фишка, даже дело не в названиях конкретных, а в том, что, да, появилась политическая сила людей, которые, ну, хотя бы верят в то, что можно попробовать что-то изменить, и пытаются, приходят. Тогда, глядишь, и выйдет. Скажите, я вот не зря вас попробовал назвать политтехнологом, вы с этим не согласились? Потому что для меня вы такой политический продюсер. Дмитрий Гудков, ваш главный политический проект сейчас? Я не могу назвать его политическим проектом. Мне интересно работать с Гудковым, потому что он в Думе 4 года был независимым депутатом, когда все говорило о том, что ему надо молчать хотя бы. Мне интересно работать с Явлинским. Мы сейчас работаем с Григорием Явлинским, общаемся. Я не веду никакой компании, но мы много общаемся и хорошо познакомились за этот год с тех пор, как мы участвовали в Яблочной десятке с Дмитрием Мудковым. Вы хотели, чтобы Дмитрий Мудков стал председателем московского отделения партии Яблока? Нет, председателем московского отделения партии Яблока Гудков был бы прекрасным, но он не вступил, он не член партии, сейчас он в нее не вступил. Но какой переворот вы там хотели провести? Да, я собирался и собираюсь, по-прежнему и надеюсь, в ноябре это произойдет, я сам собираюсь стать председателем московского отделения партии Яблока. Я призвал своих сторонников туда вступить, и они вступили. Дело еще не закончено. Дело идет вовсю, 300 человек. Это битва прямо, это битва против Митрохина, это серьезная война. Я бы не назвал это войной Это внутрипартийная конкуренция с Митрохиным Митрохин не очень доволен этой ситуацией И я его понимаю У него есть свои прекрасные достоинства Но, да, вот, видимо, перерыв Давайте после перерыва вы сможете сказать об этом подробнее Особое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и «РТВА» Максим Кац, Алексей Соломин ведет этот эфир Через 5 минут мы вернемся Судья «Эхо Москвы» Алексей Соломин В гостях у нас Максим Кац Политический и общественный деятель Я напомню, что нас показывает телеканал «РТВА» И нас показывает сайт «Эхо Москвы» В сети-визоре вы можете нас смотреть И на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе И присылать вопросы Плюс 7985-970-4545 Это смс-приемник Мы закончили Прервал я вас на обсуждении личности Сергея Сергеевича Митрохина Все-таки я повторю вопрос Это война с Митрохиным или нет? Это не война с Митрохиным Я вступил в партию «Яблоко» И сразу же заявил Прямо при вступлении До еще того, как меня приняли Что планируют стать представителем Московского отделения этой партии Она мне близка Я от нее депутатствовал И я познакомился с Егорем Явлинским Я вот решил вступить Это первая партия в моей жизни Но так как у меня есть какое-то количество сторонников Я подумал, что неплохо было бы для оживления происходящего Объявить о своих таких амбициях Совершенно не ожидая, что я как-то быстро стану Председателем московского отделения Но как-то так вышло Что 320 человек откликнулось на мой призыв И вступило в «Яблоко» И оказалось, что там активных действующих членов Не сильно-то больше Сопоставимо И возникло Вот у Митрохина Да, у него немного Ну, повел себя Он начал пытаться людей не принять в партию Ну, началось что-то не очень красивое А с вашей стороны, как вы думаете, это выглядело красиво? Похоже на рыберский захват такой Вот почему-то это употребляют слово Хотя это политическая партия Это не коммерческая организация Я вступил Я сторонник партии Депутат от нее был Вступили другие сторонники партии То есть это нормально Это ненормально Когда вы говорите А давайте вы сейчас вступите в партию Поможете мне избраться Представляете, что это ненормально Люди по зову сердца идут в партию Ну, вот они говорят Вот «Яблоко» — наш выбор Это одно дело Мы разделяем ваши ценности Будем голосовать за ваших представителей А другое дело Когда они приходят под лозунг Ну, понятно Но это же пришли не какие-то промоутеры с улицы Это никак не финансировалось Я людям как объяснял Что вот мы голосуем с вами за «Яблоко» все время Я не знаю Вы голосовали Я голосовал за «Яблоко» Я не голосую Не хожу Ну, я журналист Ну, что Ну, начиная Какие-то журналисты ограничения все-таки придумывают Ну, ладно Это другая тема Ну, чтобы не голосовать тоже Ну, ладно Так вот Я голосовал в 11-м Вот сейчас В 16-м голосовал А голос все время И в «Мосгордуму» Ну, я сам шел Но многие голосовали за «Яблочных» представителей И голос никогда не превращается в представительство И мне кажется Не потому, что партия представляет какие-то плохие ценности Ценности, по-моему, очень многие люди разделяют Вторая партия Но она Как минимум в Москве На мой взгляд Неправильно управляется И я призвал людей Сторонников партии Голосующих за нее Просто прийти И управлять партией В Москве самим Это нормально Устав это предусматривает Что люди могут вступить в партию Сторонники Их проверяют На предмет сторонники они или нет Их проверяли Общались Собеседовали Там старейшины партийные Их собеседовали Все сторонники Мы никого не привели Кто был бы там сторонник Путина Или коммунист И они пришли И мы пришли Нет там управления В партии в Москве Потому что, ну, неправильно Когда партия С такой большой поддержкой И, главное, с ценностями Которые, в общем, большое количество населения Разделяет Не имеет никакого представительства Из-за, на мой взгляд Некачественного управления Вот я и хочу поменять В правлении В московском отделении Поэтому, да, планирую Мы сейчас немножко На время муниципальных выборов Этот вопрос отложили Объединили все ресурсы Чтобы провести Депутатов И с Митрохиным И со всеми Но после выборов Мы вернемся к этому вопросу И я буду претендовать На эту позицию А еще один вопрос Я на эту тему хотел вам задать А Григорий Явлинский Вы с ним разговаривали Об этом И он какую позицию занимает Я с ним об этом Не разговаривал То есть я с ним разговаривал Подробно о вступлении Конечно же Потому что Я воспринимаю его Как лидера партии Хоть он и не председатель Но он и создатель партии И исторический персонаж И я подробно с ним Говорил о вступлении У нас с ним длинные Интересные разговоры получаются Но я не говорил с ним О своих планах И не спрашивал Одобряет ли он их Потому что Это действия самостоятельные Они Иначе Если бы я Получил Там Какое-то Я не знаю То есть я бы стал бы Действовать там Заказы Не знаю Это было бы неправильно Поэтому я действую сам И если Единственное Что я надеюсь Что партия там обеспечит Это честный Честный разбор Этой ситуации Да То есть Чтобы там никто Никого там не мог Не знаю Исключить Или не принять Потому что он Хоть и взглядов подходящих Но Другая тема В принципе Вообще Партия Совершенно живая Живой механизм Такой Много там Интересных людей Работает Почему старые Это не устраивают Что такое Неживая Живая Я говорю Как раз наоборот Живая Мне они как раз И устраивают Вы сказали Про оживление Московское отделение Партии В Москве На мой взгляд Работает Слишком в ручном режиме Митрохин Сам Очень хорошее дело Делает Я так не умею Он на каждую проблему А вы же не авторитарный человек Вы сами Нет Я нет Но Дело здесь Даже не про авторитаризм Человека Есть про то дело Что Когда Митрохин Видит проблему Он бежит сам ее решать Что прекрасно Я так не умею Он бежит сразу И Где-нибудь там Не знаю Щетчик Домовой У него там В достижениях Где-то счетчик Там горячей воды Люди требовали Он помог и сделал Классно Но На мой взгляд Задача Председателя партии Это все-таки Организовать Те 200 тысяч человек Которые там Готовы Волонтерствовать В городе На Каких-то адекватных политиках Чтобы они Получали себе представительство С помощью там Своей небольшого вклада Работы Или еще чего-нибудь То есть Организовать систему То есть Вот это здесь Мой взгляд Здесь совершенно Не про то Что там Неживое Они просто На мой взгляд Управляют этим делом В Москве Несистемно А так Людей там Очень много Прекрасных И я бы Я потому туда и вступил Потому что Там интересные люди Интересные политики И вообще там Люди старшего возраста Интересующиеся политикой С нашего фланга Больше такой нигде Организации ни одной нет Вы следите за Деятельностью политической Алексея Навального Конечно Скажите Вот он подводил Определенные итоги Финансовые итоги Совсем недавно Я вас больше хочу О политических итогах Его предвыборной Компании Спросить Как вы ее Оцениваете Что вы можете сказать О том Какую работу Проделал Навальный Зря он проделал ее Или нет Я думаю Что не зря Он вообще Делает большое дело В плане того Что он разоблачает Коррупцию Высших эшелонах Власти Он очень смело Это делает Я сейчас именно Про предвыборную Компанию И предвыборная Компания Она позволяет Поднять Эту повестку На более высокий уровень Насчет Открытия штабов Я Не понимаю Зачем они Это делают Потому что Я не слышал Чтобы эти штабы Делали чего-то Кроме того Чтобы открылись Либо Работает 230 волонтеров Не волонтеров А сотрудников Тех Кому они платят Зарплату Вот из их отчета Следуют Которые В свою очередь Работают с волонтерами Да Насколько я понимаю Я не очень знаком С системой Но Насколько я это Сейчас понимаю Там они просто Занимаются регистрацией В городе волонтеров Я не слышал Просто Я не очень детально знаком Но из того Что я вижу Штабы Занимаются этим Больше ничем Особо не занимаются С одной стороны Может быть это потому Что как только Они собираются Чем-то заняться У них сразу Арестовывают Тираж газет Может им не дают Но Может быть Это то что называется Инстаграмная компания Это бывает Такой Это термин После Костромы Пошел Когда они провели Компанию Не только Тираж газет Арестовывают У них приходят Громят Собственно Эти штабы Разве Люди Которые собираются Ничем не заниматься Будут представлять Такую угрозу Для Властей Я Постоянно Да Это есть такие Ситуации Я слышу об этом много И это очень плохо То есть Но я не думаю Что это какая-то Системная история От властей Громят Эти штабы Это Не могу здесь Ничего оценить Единственное Я не уверен Насчет того Что они Вот как была Избирательная компания В Костроме Которую там Они вели С Ильей Яшином Она была инстаграмная Что такое инстаграмная компания Ты приезжаешь на встречу С избирателями Делаешь фотографию В инстаграм Выкладываешь ее Всем кажется О Они тут встречаются С толпами избирателей На самом деле Это увидел Две бабушки Может быть Я не очень знаком Может быть Эти штабы Они открыты Для того Чтобы сделать фотографию На их открытии Я не знаю Может быть Они делают что-то еще Ну вот По поводу штабов Но Сама компания Это очень хорошо Потому что Это позволяет Поднять на президентский На политический уровень Антикоррупционную повестку Так что Здесь они большие молодцы И я это со всех сторон Одобряю Мне кажется Что да Они очень навострились В том Чтобы поднимать Об обсуждении Какие-то вопросы Я все-таки Не отстану от вас Как от специалист В области политических технологий Посоветуйте Алексею Навальному Дальше Какие шаги предпринимать Надо Организовывать людей Надо не просто Открывать штаб И фотографироваться С ним и уезжать Надо делать систему Там вот Например у нас Система С муниципальными кандидатами Когда человек регистрируется Получает личный кабинет Ему там даются Какие-то предложения Что-нибудь сделать Или задания Вот иди туда Возьми то Сделай это То есть мы Мы это все делали На компании Навального В 2013 Мы это делали На компании Гудкова То есть 4 тысячи человек Которые жили в округе Постоянно Им звонили Приходите на Там стенд Возьмите листовки Поагитируйте То есть люди должны Которые сторонники В городах других Или в Москве Они должны Войти в какую-то систему И постоянно К ним надо обращаться Чтобы они что-нибудь сделали Очень много всего Можно сделать Можно распространить материалы Пусть какие-то из них Отберут Какие-то Все равно распространятся Можно Не знаю Сказать Напиши от руки Повесь на стенд Подъезд Что-нибудь Надо организовывать людей Вот это самое Самое главное Что должен делать политик Не имеющий доступ к СМИ Организовывать людей Чтобы они за него Не за него А они вместе с ним Толкали те идеи Которые он предлагает И тогда все получится Давайте о Путине поговорим С вами Давайте И тоже совет ваш Вот сейчас Ходят слухи И некоторые вещи Подсказывают Что именно так все происходит Владимир Путин Ищет некий образ будущего Для себя Для новой Своей президентской компании Как вы думаете Вот что Владимиру Путину Не хватает Для того чтобы новое поколение Пошло не за Навальным А за Владимиром Путину Я думаю Владимиру Путину Не хватает образа Безослуженного пенсионера Он должен уйти на пенсию Собирать грибы Я не знаю Рассказывать Не пойдут голосовать Не пойдут Ну и ничего И не надо Сколько можно уже Человек последний раз По улице ходил Сам просто Сам по себе В 99 году Большинство Ну значительная часть Там Не знаю Моей аудитории Тогда только Еще пешком Под стол ходила А он последний раз Тогда один по улице Ходил в России Ну не может Человек Который с 99 года Ничего за пределами Своего лимузина президентского И отчета Своих президентских Не видел Не может управлять Страной С 2018 2019 2020 Это просто нелепость Это просто абсурд Что он Прямит дольше Брежнева Не может происходить Такого В стране Где Большая часть людей Имеет высшее образование Ну это просто нелепо И какой может быть Образ будущего Такого человека Это же просто смешно Ну он же старается Вот занимается Цифровой экономикой Ну какая Ну какая цифровая экономика Заказывает аналитику Ну Можно хоть Почему думаете Что он не сможет Это не его задача Он президент Главное найти людей Которые могут работать Ну это просто смешно И нелепо Я даже не знаю Что на это сказать Человек Который с 99 года Президент Исполняющий обязанност Потом президент Не может найти Образ будущего Сейчас У него все будущее Уже прошло Все его будущее Уже состоялось Он его достиг Вот мы сейчас В будущем Оно не очень-то радужное Потому что Мы в конфликте Со всем миром У нас большие проблемы С экономикой Совершенно непонятно Из-за чего У нас конфликты С соседями Вот оно Будущее его Все Нет дальше у него будущего На пенсию Грибы собирать Оптимист Максим Кац В эфире Радиостанции Эхо Москвы Мы на этом заканчиваем Алексей Соломин Провел это интервью Спасибо Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok